Про сервис децентрализованного перевода Cleros Lingo уже рассказывали другие блогеры, а вот система управления Cleros Governor остается обделенной вниманием, поэтому я и решил это исправить. Как вы наверняка знаете из моих предыдущих видео, проект Cleros представляет собой полностью децентрализованную платформу для судов и решения различных споров, будь то споры при переводе, решении конфликтов на фрилансе, споры по модерации контента и т.д. И децентрализация в данном плане подразумевала, что все дела и процессы на судах Cleros решаются только умными контрактами и анонимными присяжными, которые голосуют по различным решениям, будучи мотивированными системой экономических стимулов Cleros. Однако долгое время процесс внесения изменений в сам код проекта Cleros и всех его сервисов был децентрализован и выполнялся самой командой разработчиков. Затем они подключили протокол Aragon Governance в качестве временного решения для голосований сообщества. Но вот 9 декабря 2020 года наконец-то произошел запуск протокола Cleros Journal. И теперь любые изменения в основных смарт-контрактах проекта Cleros будут невозможны без проведения голосований. Принимать участие в этих голосованиях смогут любые пользователи Cleros, у которых имеются в кошельках токены PNK, которые являются внутренним токеном проекта Cleros и используются в нем для залогов и выплаты наград. Причем пользователи смогут не только голосовать с помощью PNK по уже имеющимся предположениям, но также и создавать собственные предложения. При создании предложения пользователь должен будет по сути оформить транзакцию, в которой будет именно языком кода записано необходимое изменение в протокол Cleros. Если данное предложение наберет нужное количество голосов, то эта транзакция отправится в блокчейн и изменения сразу вступят в силу. То есть, эта система работает реально децентрализованно, в отличие от некоторых других проектов, где пользователи, конечно, могут голосовать, но все изменения в протокол все равно вносятся разработчиками в централизованном порядке. Это значит, что они могут и проигнорировать решение сообщества и просто не внести требуемое изменение или внести его в искаженной форме. При этом, поскольку Cleros является именно децентрализованным судом, то у него продумана грамотная система арбитража и урегулирования споров при проведении голосований в протоколе Cleros-Joverner. То есть, например, если два пользователя создадут одинаковые предложения и вынесут их на голосование, то именно коллегия присяжных будет в децентрализованном порядке принимать решение, какое из предложений стоит оставить, а какое стоит удалить. И это только конкретный пример. Вообще, присяжные в Cleros могут решить любой спор, который возникает при голосовании через Cleros-Joverner. При этом, на время арбитража протокол Cleros-Joverner временно приостановит прием заявок и голосов по данной теме, что в принципе логично. Ну и помимо этого, всего хотелось бы отметить, что вся система голосований в Cleros-Joverner работает на базе протокола Snapshot. Он представляет собой своего рода оффчейн-систему. Решение второго уровня. То есть, надстройку над блокчейном Ethereum, которая дает возможность пользователям совершать транзакции без платы за газ. Такой подход серьезно повышает эффективность работы протокола Cleros-Joverner, ведь если нет необходимости платить за газ, то гораздо больше пользователей захотят проголосовать за то или иное изменение. Таким образом, голосование получится более легитимным. Но, разумеется, что газ не взымается только в процессе голосования. Когда же оно завершится, то результат голосования будет записан в блокчейне Ethereum уже по всем правилам, без возможности последующей отмены и, разумеется, с оплатой газа. Вот такой вот получился обзор. Тема токенов управления и пользовательских голосований у блокчейн-проекта реально является очень важной и при этом довольно интересной. И думаю, на примере системы управления, реализованной в Cleros-Joverner, вы плюс-минус поняли, как работают подобные же системы управления и в других децентрализованных приложениях. Друзья, жирных вам миксов и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok